Первые соревнования по робототехнике «Роболига» в Искитимском районе собрали 10 команд из образовательных учреждений станции Евсина, Тальменки, Ленёва, Бердской и Аби. Это дебют не только для принимающей стороны Центра дополнительного образования «Детей Спутник», но и для самих участников. Почти два десятка смышлённых, шустрых, одарённых мальчишек. Каждый из них в детстве любил собирать лего. Но собранная игрушка сама по себе не так интересна. Она ведь может двигаться и выполнять задания. В кружке по робототехнике их научили программированию. Сегодня они покажут, чему научились за год. Мы сюда приехали для того, чтобы ребятишки получили опыт соревновательной деятельности. Они у нас первый год занимаются робототехникой. В основном во втором и третьем классе учатся. Очень переживали, но настроены на борьбу, на победу. В ходе соревнований ребятам предстоит собрать двух роботов. Первый – чертёжник. Его необходимо вооружить маркером и запрограммировать двигаться по заданной схеме. Второй – робот-сумоист. В течение полутора часов они будут собирать робота-сумоиста. Каждая команда собирает. Потом у нас проходит жребий. Каждая команда вытягивает себе соперника. И эти соперники соревнуются между собой. Каждая команда приехала со своим набором конструкторов и технической базой. Какое же задание покажется сложнее? Я думаю, что сумоиста. Потому что там больше всего деталей. Чертёжника тоже. Надо маркер еще просипеть. Не забудь. Хотя да. И то, и то сложно. Да. Руко-детелям команд помогать и подсказывать запрещено. Ребята справляются сами. Если мы ругаться начнем, это очень плохо закончится. Кто будет встал и летать? А, легкая конструкция. Первые роботы, оснащенные подъемными механизмами и вооруженные маркерами, появляются прямо на глазах. Скоро им выходить на поле. Ребята успешно справляются с заданиями. В дальнейшем, когда дети пройдут районные этапы, скажем так, и будут больше заниматься, у них есть возможность выходить на робофест города Новосибирска и джуниор-скилс по робототехнике. По итогам соревнований в лидеры вышли команды Тальменки, Ленева и Берска.